итак джентльмены и леди если конечно же вы смотрите мой канал приветствую вас сегодня у нас очередной перетест чего пикадор помнится ганс просил его переобозреть ну что же давайте переобозрим вас человеку интересно почему бы собственно и нет ну что ж пройдемся сначала по внешнему виду но честно сказать что внешний вид у машины не очень потому что насколько я помню это старый добрый el camino двухместный пикап у него довольно таки и невыразительные можно назвать морда лица ничего особенного сказать не то чтобы она отталкивающая просто какая-то такая незапоминающаяся довольно таки длинная база для двухместной машины но ширина вполне нормальная то есть с этим проблем каких не должно быть на управляемости это не должно сильно сказываться но этот факт мы обязательно проверим что сказать по колесам в принципе колес скорее всего стоит из раздела масло кар колеса уже сразу с заделом на это не хром это скорее всего полированная сталь цвет но в принципе мне нравится они по размерам большие я помогаю что кастомные колеса из раздела масло кар будут смотреться все-таки поменьше этот факт мы тоже установим так переходим к задней части но она тоже невыразительная так подальше никак сделать нельзя к сожалению нет за длинные базы прям в лицо упирается он так ничего особенного отталкивающего чего нет но и особо симпатичным за тоже не назовешь а сзади просто грузовая платформа так что по защищенности ну какая тут может быть защищенность сами видите что хоть и заднее стекло не очень большое но почти вся гонова водителя из-за подголовника торчит привет вам гриферы привет вам пули от ботов в голову то есть это вас не защитит нисколько крыша без люка хотя бы тут какие то есть плюсы если вы есть и ящики то хотя бы с вертолета в голову ничего через крышу прилетать не должно вот собственно говоря весь внешний вид пикап он и есть пикап рабочая нашатка по американский пролетарий ну-ка рабочая нашатка прыщи моторчик мое почтение урчит салон салон что можно ожидать в салоне масл кара плюс пикапа да ничего особенного приборы мы не видим совсем спасибо rockstar я не то чтобы топил за то чтобы они были постоянно видны но есть любители покататься с видом от первого лица я думаю что это их не сильно обрадует подстаканчик под кому есть у цивильника под кофе подстаканчик и нет к сожалению завезли так ручные стекла подъемники но не забываем машинка довольно старенькая сиденье с подголовником но строчки на нем я не наблюдаю при перекраске мы это тоже проверим но пока что ничего нет второго ряда сидений нет потому что машина двухместная вот собственно весь внешний вид ну а теперь можно поговорить о тюнинге благо не так давно машину вместе с рядом уличных тачек вы маленько допилили и добавили немножко тюнинга давайте с ним ознакомимся ну что ж давай теперь посмотрим что у машины есть из внешнего тюнинга посмотрим начинается у нас крыльев что поменялось полоски передние крылья небольшой такой забортовочку убирает начало задними тогда нет принципе так как-то немножко поинтереснее но строго на любителя накладки на фары понятно капот тебя все убрать прорези сзади тюнингованной гоночный капот ну кей ладно лучше так чем никак раскраски белые полоски красные гоночные этикетки этикетки это что-то кстати а-ля бенни кстати за бесплатно не очень-то задорого можно сделать тачку в стиле а-ля бенни почему нет особенно если мастерская доступна пламя ну райдер огненная кстати вот интересная тема такая еще мой райдер то есть у бенни хлеб насущный отобрали по части его работы с дешевыми тачками это хорошо я считаю так задний капот задний капот вот крышечку можно сделать если кого платформа грузовая раздражает мягенькая с полосочкой пошли каркас безопасности ну смотрите какой выбор я считаю что угодно-годно так сокраска два цвета основной дополнительно начнем с основного металлик виталлик полностью перекрашивается кроме бампера все и небольшая помощь к вот сзади присутствует между оптикой все так в салоне что да в салоне ничего понятно дополнительный и чего у нас меняется но вам ничего не поставили того чтобы что-то менялось но вообще интересно получается так вообще ничего не меняется прикольно эмблема банды на капоте довольно большая эмблема на салон пропустить на и такой можно будет лучшим на дверя была так каркас безопасности лучше это смотреть из кабины так дуга появляется еще друга и обитая дуга на 1 крыша пуск 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 даже никого небольшого багажничка хотя даже не багажнике лучше бы папнашка с фарами аля как на камачу боб неплохо но это мои хотелки не более того так пороги бамс но это что-то вроде по моему пиета что-то подобное есть или у маньяны у спортивной гнастики неплохо сплиттеры но я не любитель всего от этого но может кому-то интересно будет пускай демы спойлеры неплохо на самолобовое село тут по полосчик конечно цеплю мое почтение 1 почему бы нет можно бьются любители так колесики меня интересует давайте посмотрим раздел масокара возьмем стандартный так это у нас стоят колеса стоковые это у нас кастомные стоковый пошире кстати они пошире прям чуть-чуть побольше знаете мне столько нравится больше чем кастомные можно такие оставить но хотя если поставить диски какие-нибудь от ву райдера допустим что-то такое то можно спокойно расцветочку от бы не нанести кайта бронзовые спицы сделать и прямо не отличишь как будто бы не поработал вот он обрадуется такс и стекла такс посмотрим если нанести тонировку фары затемняться или нет нет на передних это никак не сказалось на задних это никак не сказалось вот так она машинка смотрится с полностью затемненными стеклами знаете мне в целом эльками на внешний пикадор не нравится но черт побери какой-то такой шарм у него все-таки присутствует я даже объяснить этого не могу но об этом стоит поговорить в конце видео а пока займемся тестами начнем с замеров скорости и напоминаю для тех кто смотрит впервые это машина из трафика поэтому внутренний тюнин двигатель турбину я на нее ставить не буду единственное что я сделал я поставлю на нее спойлер что больше была прижимная сила а почему а потому что из трафика единицы машин могут составить какую-то конкуренцию топовым тачкам смысл тратить деньги если большого результата они все равно не достигнут это моя позиция если не согласны пишите в комментариях обсудим но мы приступаем к тестам а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, начали мы испытания Скоростные замеры показали неутешительный результат Ну что поделать, значит DimaTorzok не среди топовых Я не думаю, что тут даже форсирование чем-нибудь помогло бы Ну ладно, не будем отвлекаться, продолжаем И у нас на очереди проверка тормозов Поехали Знаете, что я думаю? Я, наверное, в конце видео ему полный тюнинг сделаю Хочу посмотреть, как это будет смотреться А вы потом оцените Потому что я считаю, что это одна из фишек автомобиля Не на уровне фута, но тем не менее Все равно очень даже достойно для тачки с улицы Готовимся Ну что можно сказать? Подарка начали тормозить Черный флаг, это нулевая точка отсчета Вроде бы скорость была небольшая И замедлился он довольно быстро Вот примерно вот с этого места Он шел накатиком Если бы он восстановился вот здесь Вообще вопросов не было Тормоза были просто изумительные Но он прокатился дальше Я считаю, что это не очень хороший признак Но насколько все печально Или наоборот радужно Мы узнаем в дальнейших тестах А теперь продолжим Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы с вами выясним Насколько грунтовые дороги Являются для машины Родной из тихий Мы не будем забывать Что это хоть и маслкар Но в то же время и пикап В том числе и для работяка Сельской местности Справится ли он с такими дорогами По крайней мере пока справляется Есть небольшой эффект Мыло под колесами Но корректировка курса минимальная Скорость значительно просела И на кочках его из-за этого Сильт не подбрасывает Справляться справляется Но я бы не сказал Что довольно приятно ехать На этой машине по грунту Уж очень сильно она проседает По скорости Это печально Не занесло, не развернуло Но за это время уже обычно Остальные машины финишируют А мы еще только к финишу подъезжаем Выводы за вами Нравится вам такое или нет И финальное испытание А-ля раллийная гонка Ну давайте посмотрим На грунтовом покрытии С большим количеством поворотов И перепадами высот Как машинка себя покажет Думаю видно, что ей довольно грустно На грунтовых дорогах Насколько все грустно К концу этой трассы мы выясним Скорость конечно совсем печальная Нет такого ощущения Что ты едешь на полноприводной машине Тем более маслкаре Видимо взяли вариант Пикадор имею ввиду Вариант машины Из середины 70-х годов Эль Камина Когда движки все были у них Довольно слабенькие Ну и тогда там Под 160 лошадей У них было под капотом А машина не сказать, что большая Тем не менее Едет медленно Справляется она с препятствиями Ходит в повороты Когда надо затормозить Тормозить Тормоза хуже не стали Это приятно Хотя у нас бывали случаи Что на грунте У машины Тормоза значительно проседали По качеству И практически отказывалось Машину тормозить Здесь этого нету Задний мост ведет себя Довольно предсказуемо Ну и максимальную скорость Мы толком еще ни разу не набрали Так что никаких проблем Я не вижу На этой дороге Машина справляется с задачей Ну а результат Далек от олимпийских От топовых Так что Хотите кататься По таким дорогам Пожалуйста А насколько вам От этого приятно будет Все зависит от того Что вы поднимаете Под словом приятно Нравится ездить На предсказуемой машине С небольшой скоростью Велком Как говорится Ну что Двигаемся к выводам Погнали Ну что ж Время подвести итоги По машине Наверное Стоит ответить На главный вопрос Подойдет ли она Для гонок Я считаю Что не подойдет Но вот для чего Она точно подойдет Так это для тех Кто любит тюнинг Обратите внимание Вот обычная тачка Из-за трафика В том виде В каком вы ее найдете На улице Довольно незрачная Согласитесь Вот та самая машина На которой мы Проводили тесты Я сделал ее Под ноурайдер Сзади хромированные Языки пламени Бронзой покрытые Колеса Насколько я знаю Золото по моему нельзя Но я нашел На скорую руку бронзу Капот переделал Тонировочку Все дела Занизил подвеску Ноурайдер на минималку Ноурайдер на минималку К Бене обращаться не надо Единственное Гидравлической подвески Не будет ему зонов Багажники Ну и вот А-ля спортивный вариант Еще одно Обратите внимание Номерочек какой забавный Видите Прикольно Да Так Диски поменял Покрышки навернул Спойлер сзади Решетка безопасности И внутри Каркас безопасности И вот Пожалуйста И это Одна и та же машина Народ Машина из трафика Которую можно угнать И поставить в гараж Совершенно бесплатно Да Она не покажет Каких-то выдающихся результатов Гонки Но согласитесь Когда машина Может так преобразиться Обычный пикап Лоурайдер Спортивная машина Это дорогого стоит Между прочим Не у всех Овертоповых Машин Есть такая возможность Преображения Тюинга у них практически Не бывает Из тех Что у меня из трафика На ум приходит Это конечно же Старичок Карин Фут Незабываемая Кнайсика Которая просто Обязан быть в гараже У каждого К тому же Еще Карин Султан Тоже у него Неплохо с тюингом Не имея ввиду Беневский Я имею ввиду Обычный И пожалуй Еще Пенумбра Пенумбра Вместе с Прайри Ну Там может быть Еще у спортивной Кнайсики У кого-то вроде Торнадо Что-то будет Но Не так много Этих машин На самом деле И еще конечно же Наши Сентинель XS У него тоже С тюнингом Все в порядке Вот и все машины Которые приходят на ум Вы их забираете И переделаете На свое усмотрение Мне Результат По тюнингу Понравился Что касается Ходовых качеств Машины Все неплохо Кроме того Что немножечко Шалит задний мост Но это Сказывает столько На высоких скоростях Камон Какие высокие Скорости Результаты Замера скорости У вас были Перед глазами Машинка Довольно медленная Динамики У нее нету Никакой Это больше пикап Чем маслкар Так что Если вы За гонки То ищите Другой вариант Если вы За тюнинг Вот перед вами Два образца машин По мне Так очень даже Неплохо Я не знаю Останется ли Какая-нибудь из них У меня в гараже В качестве Такого Дополнения Коллекции Или нет Я пока еще Не знаю Но то что я Как-то Благословнее Стану относиться К Пикадору Это факт А насколько Вы к нему Будете относиться Благословно Ну ребят Это уже Зависит от вас Что ж Тесты прошли Результат Перед вами Выбор За вами Нужно оно вам Или не нужно Напоминаю Что есть канал Дискорда Ссылочка в описании Там не только Общение новостей И что-то Интересненькое Там еще Я вывешиваю Таблицу Со всеми Протестированные У меня на канале Автомобиль Все цифры В одном месте Там Заходите В специальный Раздел Смотрите Я их Периодически Обновляю Ну и еще Там интересный Вышел у меня Такое Своеобразное Статейка Али анекдот О том Как я Видеокарту RX 580 Китай Заказыван К чему Это привело Кто Интересовался Или хотел Приобщиться К этой теме Зайдите Посмотрите Что ожидать Возможно Это к вас Чему-то Подготовят Или предостережет На этом Видео Заканчивается Я благодарю вас За внимание За то Что вы Потратили Своё время Надеюсь Моё потраченное Время Вы оцените Найком Если у кого-то Есть желание Поддержать канал Рублем Ссылочка Опять же В описании Против не буду Возможно В скором времени У нас Общими усилиями Картинка На найти Я чувствую Все-таки Это у меня Новый монитор Мозги делает Он больше Офисные варианты Мультимедийные Чем какой-то Игровой Это на самом деле Очень печально Денежки Тоже потрачены Ну все На этом я с вами Прощаюсь Желаю вам всего Наилучшего И уверяю вас Что мы увидимся В новых видео И на новых стримах Всем удачи Всем пока Народ